добрый день после праздников мы получили вопрос с просьбой срочно на него ответить мне подумалось что может быть ответ на этот вопрос будет интересовать не только конкретного пользователя который задал нам это просто на сайте но и других наших зрителей и слушателей поэтому я решил обнародовать тот ответ который на мой взгляд нужно дать на этот вопрос так сначала озвучим вопрос после емки пура через пару дней я сохраняю орфографию и стиль вопроса вы сделаете скидку у нас есть разные вопросы в плане орфографии и стилистики после емки пура через пару дней может а может сразу я уже не помню у меня ночью начались такие ощущения что меня мучают черти то есть как говорится в торе когда душа человека не может ничего сделать после пробуждения как будто не можешь управлять собой то одно изменение что это еще не успел вернуться душа второе изменение что эту черти и второй вариант более распространен это происходит уже три или четыре дня и мне страшно засыпать так как приходит приходят мысль о том как говорили взрослые люди которым приближалась смерть что их мучают черти в буквальном смысле слова и еще я заметил что меня стали происходить ошибки в молитвах напрасные благословления порой опоздание очень часто и на учебу может быть это все по принципу спуск ради возвышения то есть это какое-то испытание может быть как вы на это смотрите прошу ответить как можно быстрее спасибо итак я ему отвечаю уважаемый пользователь ну и меня оставляем за кадр во первых укажите источник в торе того что вы упоминаете цитирую сейчас то есть как говорится в торе когда душа человека не может ничего сделать это означает два варианта либо душа не вернулась либо это черти вот мне источник в торе неизвестен окей но это одна деталь само утверждение требует подтверждения второе страшно вам засыпать геморг в тактате в трактате броход четко говорить что чтение шма перед сном спасает от мозяки от вредителей дословно и это и есть черти поэтому если человеку страшно пусть читает шма перед сном и это в принципе может его помочь ему укрепиться в вере во всевышнем и помочь им может помочь ему преодолеть всех музыки но это опять же вторая деталь которая не основная ради чего я хотел бы сделать этот блок теперь вопрос это испытание да на мой взгляд это однозначное испытание как в чем здесь испытание здесь наш пользователь упоминает что после йом кипура у него появилась эти тяжелые ощущения я бы хотел сказать и поднять этот вопрос как бы что называется по максимум после йом кипура очень часто у людей возникают какое-то ощущение что они как бы с небес на землю и многим людям кажется все плохо в йом кипур все находились на таком высоком духовном уровне все думаю что будут лучше и вдруг таскать рутина будни ну еще в празднике есть какое-то ощущение таскать праздничное окунание в суету городов и в потоке машин да сразу же кажется что все ничего не осталось что мы о чем мы молились то о чем мы думали что мы станем лучше все это развеялась как дым так вот я пишу ему так это неверно на самом деле мы стали лучше мы должны знать кто я такой я пишу кто и вообще-то сказать мне сказал что это так так вот равлияу лапьян говорил великий мажги ахишивы кфар хасидим он говорил так что человек может держаться на уровне йом кипуру как он может удержаться на духовном уровне который не было в мкипур это сохранять то что он принял в йом кипуру мы сказали какую-то маленькая каббала смотрите наши блоги перед йом кипуру и перед росшиной человек это сохраняет он сохраняет то что он принял йом кипуру это значит он как бы имеет связь с йом кипуру на хон верно он не находится на том состоянии духовного подъема действительно нереально в течение обычной как бы будничной рутины сохранять вот это вот ощущение приподнятости духовно духовности но сам факт связи говорит о том что человек помнит выполняет это уже сохраняет для него духовный уровень йом кипуру но который релевантен в обычной жизни теперь ощущение такого как бы спуска оно реально если человек его чувствует но это обещать объект ощущение но субъективно человек просто напросто не понимает как бы что основное так вот основное то я решил быть лучше там в чем то например я там учу две аллахи два закона из книги хаффетсхаим в течение года каждый день или я так сказать прихожу за пять минут до молитвы каждый раз или я читаю молюсь только по сидуру они наизусть неважно сказать каждый сохраняющий то что он принял емкий пур он сохраняет вот этот уровень очень важное замечание даже если у вас сегодня не получилось даже если вы сегодня сорвались сегодня получился как-то неудачный день ничего страшного продолжайте возвращайтесь да действительно не всегда человек может сохранить именно если у него свобода выбрана вот в этой точке да ты иногда заложено что он будет опускаться иногда будет подниматься когда его . выбора поднимется то здесь уже у него вопроса не будет пример да когда человек еще не молится у него есть вопросы не помолиться минху не помолиться только начинает соблюдать будет у него все не молиться он миху ли не будет будет он соблюдать шаббат или не будет да это вопрос для него только сейчас начал Знакомиться с соблюдением заповедей Но после того, как человек уже однозначно соблюдает шаббат Соблюдать или не соблюдать шаббат Для него не вопрос Или курс кошерен для него не вопрос Вопрос на каком уровне То есть всегда нужно двигать свою точку выбора Поэтому если там, где вы решили улучшиться Это ваша точка выбора Понятно, что вы будете где-то опускаться Где-то подниматься И самое главное Все время стараться ее, эту точку выбора поднять Большое всем спасибо Удачного года И не поддавайтесь субъективным ощущениям Спасибо большое